Я, к сожалению, долго и, что ещё хуже, сознательно игнорировал Сталкрафт, даже вопреки комментариям под разными видосами на моём канале. Но вот посудите сами, Майнкрафта кубическая игра по тематике Сталкера, которая ещё является и бесплатной ММО-ФПС. Я Майнкрафт терпеть не могу, вы уж извините. Сталкер мне абсолютно не интересен, а описание и трейлер игры вообще не дают никакого, даже примерного представления о сути проекта. Ну, кроме вышеозвученных кубов и всей тривежухи с ЧАЭ, с Припятью и Мутантами. Так вот, пора наверстать упущенное. Я, наконец, собрался и с головой окунулся в мир радиоактивного кубизма, где всё живое, и не совсем живое, жаждет надрать тебе зад. Спойлер, окунулся настолько, что, скорее всего, Сталкач станет одной из моих немногих мейн-игр в целом. Это зато бесплатно, меня зовут Спейс, сегодня мы поговорим об игре под названием Сталкрафт. Приятного вам просмотра. И тут должна быть часть рекламной интеграции, но её нет. По логике небольшой части моих любимых зрителей, если в ролике нет рекламы, то, значит, весь ролик реклама. Ну, наконец-то, хоть где-то они оказались правы. Я вообще не с вами придерживаюсь политики открытости и прозрачности, по крайней мере, насколько это возможно. Так что, да, выход данного ролика был действительно проспонсирован. Важное уточнение, проспонсирован именно выход, то есть заплатили за то, чтобы ролик по Сталкачу вышел не через месяц или полгода, а именно сейчас. Мне не остаётся моим, критика также остаётся за мной, а качался я, как и любой другой обычный работяга, без всяких блогерских пустых серверов и нарисованных админом шмоток. Поэтому и ссылка реферальная будет в описании, но об этом ближе к концу видоса поговорим. Короче, мне от вас скрывать нечего, а озвучить данный факт считаю честным и правильным по отношению к вам. А вот теперь про саму игру. Можно было бы сейчас начать говорить об истории проекта, пути становления компании разработчика Эксбо из маленькой команды на несколько человек до большой организации, но думаю, что это не сильно интересно. Отметить стоит лишь то, что проект живёт с 2014 года, вышел в международный релиз в Стиме и не собирается останавливаться на достигнутом. Мне очень понравилась пройденная незамеченная фраза Романа Урванцева, замдиректора Эксбо, в интервью Дмитрию Юрьевичу Гоблин в начале 2022 года. Начну с забавного факта. В нашей игре есть прямая корреляция. От количества смертей за час в начале игры зависит вероятность закрыть игру и больше никогда не открывать. В моей ситуации так было с Тарковым и ночной таможней, однако я понимаю, откуда эта корреляция появилась. Умирать в Сталкрафте придётся очень часто и зачастую не по причинам того, что вы просто плохо играете. Но обо всём по порядку. Итак, Сталкрафт — это, как мы уже выяснили, ММО-шутер в открытом мире со свободным межфракционным ПВП и огромным количеством ПВЕ-угроз. Различные мутанты, множество аномалий, радиоактивный выброс и другие пакости, которые стремятся нанести игрокам вред. Одна из важнейших механик, с которой в большинстве связан негатив, а зачастую и агрессия со скрипом зубов — это потеря лута из инвентаря при смерти. Да, у Сталкрафта при своей кубической уникальности визуального стиля и сеттинга куда больше общего с Тарковым, чем корреляция смертей в первый час. Но проект не гонится за хардкором, так что вы в основном будете терять только то, что нашли в своей вылазке, а надетая бронька, оружие и некоторые другие предметы останутся с вами при любых условиях. Однако, если любитель позитивных и цветастых игр про аниме девочек уже готов излиться про отсутствие честности в проекте, то смышленый игрок догадался, что если у кого-то убыло, то к кому-то прибыло. Все дело в том, что в Сталкрафте достаточно понятная и развитая система экономики, которую можно свести до принципа «нашел-продай». И в рамках проекта копание в сумке поверженного врага, а иной раз и союзника, относится именно к функции «нашел». Сталкрафт вообще в этом плане игра крайне свободная, так как тут людям дозволено отыгрывать кого угодно, и никто их за это не накажет. Если подобный отыгрыш не нарушает правила, конечно же. Хочешь, отыгрывай РП за Сталкера и бей бандитскую мразь. Хочешь, карауль в полном обвесе одиноких путников на выходе из локации. Победил соперника и поднял его шмотки. Продай их ему же на аукционе, или слей скупщику за бесценок, а после злостно смейся на его просьбы вернуть ему мешок в личке. Перед тобой лежит полумертвый союзник, но вместо того, чтобы его поднять, ты можешь дождаться, пока он окончательно помрет, а после разграбить его инвентарь и смыться. Я все это прочувствовал на своей шкуре и далеко не в роли триумфатора. Но не думайте, что радоваться в этой игре можно только от того, чтобы вредить другим. Скорее, это одна из возможностей, которые не поощряются, но просто существуют как факт. Основной же кайф — это момент, когда ты залутался по самые помидоры, аж из карманов вываливается, и смог в конце концов донести это до базы. Осознание того, что неприятель на твоем пути может появиться откуда угодно, заставляет сердце колотиться, а адреналин вырабатываться в неприлично больших количествах. И что самое забавное, даже если на 10 таких вылазок удачно будет только одна, то вы все равно будете продолжать, ибо эта хрень затягивает. Игра начинается с небольшого вступительного сценария обучения, где нас учат основам передвижения и взаимодействия с интерфейсом, бонусом позволяя пострелять из оружия, который игрок в ближайшие часов 50 даже не увидит. Здесь нам вкидывают толику сюжета в лучших традициях какого-нибудь сериала. Что-то происходит, и нихера не понятно. Врать не буду, сюжетную линию вряд ли можно считать самой сильной стороной проекта, но она достаточно неплохо прописана как с позиции развития персоналей, так и с позиции динамики самого повествования. Хотя и не без использования клише. Выделить хочется другое. Во-первых, абсолютно все сюжетные диалоги озвучены. Причем на голоса Экс бы не скупились. Мистер Дэдпул, а.к.а. Пётр Гланс в качестве главаря сталкеров на стартовой локе. Так-так, ты, верно, наш утопец, которого мы еле откачали. Или один из моих любимых актёров озвучания Борис Репетур в роли учёного Солянникова. Нет, нет. Нет, нет и нет. Прочь отсюда, шушера сталкерская. Голоса отлично подобраны ко своим персонажам, а сами актёры достойно отыгрывают как характеры, так и эмоции в той или иной ситуации. Иногда даже слишком хорошо. Много сброшено кошка. Во-вторых, игра временами радует не только слайд-шоу из нарисованных артов под закадровый голос, но и синематиками на движке игры. Жаль, не так много, как хотелось бы. В-третьих, нелинейность прохождения сюжета. На этом моменте я поначалу немного застрял, так как при любых раскладах история начинается из точки А и заканчивается в точке Б, проходя промежуточные этапы практически в строгом порядке. Но потом до меня дошло. Многие сюжетные квесты в игре дают игроку свободу выбора в действиях и способе прохождения, что с лёгкостью может повлиять на задания позднее по ходу истории. Чтобы обойтись без спойлеров, просто представьте, что вам по квесту нужно сделать что-то, однако выясняется, что это что-то можно сделать и по-другому, или можно вообще ничего не делать. Вы принимаете решение, и в результате спустя кучу заданий выясняется, что выбрав именно тот вариант, вы сейчас облегчите себе прохождение. Это относится и к сайт-квестам, но там нелинейность более ощутима. Вы можете получить и совершенно другой исход цепочки, и другую награду, а в некоторых случаях вообще заруинить прохождение и не получить ничего. Естественно, никто игрока не будет предупреждать, что именно вот сейчас действие будет иметь последствия. Поэтому заканчиваем смотреть стартовый мультик и становимся перед выбором фракции. Пойти защищать сталкерскую честь или вступить в ряды бандитов. В целом ошибиться с выбором фракции нельзя, так как сюжетная цепочка одна на всех, а ограничений на предметы для фракций попросту нет, если не считать некоторых уникальных сайт-квестовых цепочек. Главные различия в следующем. Базы фракции расположены в противоположных друг другу частях одной локации, и с точки зрения перемещения по миру бандиты имеют небольшое преимущество. Взять ту же локацию кордон и переход на свалку, где сталкерам придется проходить полностью всю локацию, а бандитам достаточно сделать пару шагов. В общем, некоторый комфорт в ранней игре. В противовес этому приводится общее мнение, что сталкеров банально больше, и бандитам из-за этого на локациях живется труднее, но, к сожалению, цифр статистики привести я вам не смогу по этому поводу. Также считается, что самой сильной официальной группировкой на данный момент является долг, вступить в которую могут только сталкеры, однако это уже момент пре-эндгейма, который большинство новичков увидят еще не скоро. В конце концов, никто не отменял старого доброго РП. Лично я решил играть за сталкеров просто потому, что быть гоповатым бандитом нет ну вообще никакого желания. А немного узнав за мотивацией сталкерских группировок, точно понял, что в будущем мне прямая дорога в долг. Определившись наконец со фракцией, мы попадаем в первое безопасное поселение на локации болота. Здесь в рамках первых пары часов геймплея нам вкратце объяснят основные механики игры и правила, по которым мир сталкрафта живет. Мы потыкаем собственный переносной компуктер под названием ПДА, служащий здесь своеобразным главным меню с кучей функций. Узнаем, что в игре отсутствует фаст тревел, а значит все расстояния придется пробегать исключительно на своих двоих. Встретим первую аномалию и кинем в нее болт, разберемся как взаимодействовать с различными контейнерами с лутом, найдем свой первый артефакт и впервые застанем выброс, уничтожающий все живое, что не успело найти укрытие. Вуаля, мы сделали все, о чем нас игра просила и даже ни разу не умерли за первый час, что, как оказалось, уже можно считать достижением. Пожалуй, пришло время поговорить про местную прокачку и крафт. Хоть сталкрафт и является ММО-проектом, но от концепции прокачки уровней удалось благополучно отказаться. Если что, кабанов в лесах гриндить все равно придется в обильных количествах. Но как же тогда балансируются игроки, спросите вы? Тут на сцену выходит механика под названием распределение. Всего существует 6 уровней распределения игроков, которые опираются как на уровень экипировки игрока, так и на некоторые статистические показатели, типа соотношение убийств-смертей в ПВП, прогресс в сюжете, уровень прокачки баса и так далее. Механизм распределения в целом тема мутная, но оно и понятно. Механика не раскрывается, чтобы через чур хитрые игроки данную фичу никак не обузили. Уровни следующие. Отмычка, сталкер, предветеран, ветеран, предмастер и мастер. Разобраться проще простого. Наведи мышкой на свой предмет в инвентаре и увидишь название уровня, которому та или иная шмотка принадлежит. Чтобы было еще проще, серый шмот отмычка, зеленый и синий, сталкер, розовый ветеран, красный, мастер. Интереснее выглядят переходные уровни, такие как предветеранки и предмастерки, так как попасть на них можно разными путями, иногда того даже не желая. Ты жесткий киберспортивный игрок, разваливающий всех и вся на своем пути? Будь готов к повышению. Получилось достать розовую пушку, когда все остальное зеленое и синее, но игра может попробовать тебя кинуть на предветеранки и посмотреть, как ты справишься с этим, заложив возможность откатиться обратно на сталкерские серваки, если будет уж совсем тяжко. На самом деле механика при всех своих багах и резких бросках игроков туда, где людям по жопе пинают, получилась крайне удобной, так как сразу двух зайцев убирают. Первое, уже упомянутый выше баланс игроков, чтобы непробиваемые папки не унижали новичков. Им и без этого боли хватает. Второе, система таким образом подстегивает игрока продвигаться вперед и не засиживаться только на каком-то конкретном уровне сервера. Проще говоря, если ты в попытках зафармить нужные шмотки постоянно умираешь и на один свой килл в пвп получаешь 10 смертей, то игра снисходительно закинет тебя на сервера послабее, дабы ты, наконец, уже дофармил нужное и отправился дальше по прогрессии. Понятно, что сейчас лица тарковских ультра-хардкорщиков, предпочитающих бегать в алтыни на таможне, скривились в грустной гримасе. Но здесь о малютках хоть как-то заботятся, поэтому новичкам новичковая, а с бою бойцам киберкотлетная. Я про крафт еще упомянул. Здесь придется немного отойти от темы и разобрать более глобально систему предметов и методы их получения. Итак, наш протеже будет постоянно таскать на себе комбинезон, основное оружие, второстепенное оружие и рюкзак, либо контейнер с артефактами. Получить предметы можно тремя путями. Как уже было сказано ранее, некоторые вещи можно вытащить просто выполняя квесты. В их число входит ветеранская броня и оружие за полное прохождение сюжетки, а также некоторые другие предметы, как сталкерского качества, так и даже мастерского. Дай вам бог здоровья с этим квестом. Купить вещи можно с аукциона. На аукционе находятся все те предметы экипировки, которые достаются в игре только донатом. О нем мы поговорим подробно позже. Сразу забегая вперед, донатные шмотки не панацея, и практически у каждого предмета есть свой аналог, добываемый ингейм путями. Да и если так подумать, то получается, что даже донатные шмотки можно добыть ингейм способов, нафармив нужное количество валюты. Основа для получения новых вещей — это система бартера, или, проще говоря, крафт. Нас с данной механикой познакомят в самом начале игры и представляет собой бартер линейную структуру прогрессии — от самых простых вещей слева до убер-жёстких штук справа. Принцип интуитивно понятен. Каждый предмет в бартере привязан к конкретной базе её репутации, а также будет требовать от игрока притащить ресурсы с определённых локаций, причём чем лучше крафт и дальше находятся локации от болот, тем больше этих самых ресурсов потребуется достать. Продолжая соответствовать структуре, большинство линии крафта обязательно требует вместе с ресурсами обменять ещё и предыдущий предмет из линейки, что с лёгкостью может внести свои коррективы в наш размеренный геймплей. «Стоишь ты такой маленький сталкер в баре на заводе Росток, еле дошёл, весь избитый и покалеченый. Зашёл в бартере, чтобы скрафтить себе что-нибудь вкусное, а там, оп, оказывается шмотка из ЭТП нужна. И ты вновь собираешься силами, чтобы вернуться через несколько локаций назад только для того, чтобы закрафтить промежуточную шмотку. Душно, скажете вы?» «Да, отвечу я. И это здорово». Помимо того, что предметы отличаются уровнем качества, их ещё можно и затачивать. Да, прям как в какой-нибудь линейке. Естественно, со всеми вытекающими из этого приколами. Шансами на успешную точку, уменьшением максимальной прочности предмета при фейле. А с заточки выше пятого уровня шанс потерять добытый таким потом и нервами заточенный уже уровень. Чем выше уровень, тем круче будут статки. А на артефактах по достижении определённых показателей левела точки будут открываться и новые уникальные свойства. Скажу честно, я такую механику не люблю и взгляды на её необходимость не разделяю. Вернёмся к похождению моего маленького сталкера. Я себе бегал, пытался привыкнуть к локальному кубизму, в какой-то момент стал свидетелем странной ситуации объяснения, которую у меня до сих пор не получается найти, а после наткнулся на стоянку свинок, которая здесь почему-то называется лежанкой плоти. Или плотей. Хрен его разбери, короче, потому что отдельно ещё есть и стоянки кабанов. Пострелял, получил свои первые ресурсы для крафта и заработал очки репутации для местной базы. А значит, самое время поговорить про репутацию, благо тут всё быстро и понятно. У каждой базы есть свои уровни репутации. Чем выше уровень, тем выгоднее скупщик будет покупать у вас хлам, будут открываться новые NPC-функции, как, например, доступ к аукциону. А на максимальном уровне игрок получит дополнительную ячейку в схроне, пользоваться которой можно на территориях любой сейф-зон. Прокачивается репутация тоже просто. Опыт даётся как за выполнение сюжетных и сайт-квестов, так и за прохождение событий в открытом мире. Пусть последние и перестают давать опыт в определённый момент. Хотя, если вы все подряд квесты пылесосите, то данные ограничения даже и не заметите. Тем временем, мой сталкер по заданию должен был отправиться в следующую после болот локацию — кордон. Бежать предстояло далеко, но я за это время ещё ни разу не помер, так что расслабился и спокойно себе побежал навстречу судьбе. Как выяснилось, судьба тоже меня ждала и услужливо предложила познакомиться с местными аномалиями поближе, чем предполагало того обучение. Бегу я, значит, никого не трогаю, ну, популяцию свинок разве что проредил немного. Как вдруг закружило, завертело, персонаж не контролируется и бах! Персонажа с характерным звуком перемалывает, а на экране появляется надпись «Разорвалу воронкой». Как говорится, добро пожаловать в Сталкрафт. Аномалии, в число которых входит и воронка в том числе, — это заботливо расставленные разработчиками ловушки в самых разнообразных местах на всех картах. И зачастую установленные именно в тех местах, куда оно очень хочется попасть. Поначалу ты это упорно отказываешься понимать, и всякий раз в попытке сократить путь и пройти вон той удобной тропинкой натыкаешься то на карусель, то на батут, от звукосрабатывания которого может потребоваться смена штанов. Но, набираясь опыта, уже и места расположения аномалии запоминаешь на привычных локациях, и начинаешь понимать, где ловушки расставлены, чтобы просто поиздеваться над игроками, а где они могут скрывать какие-нибудь ништяки вкусные. Еще позднее можно обзавестись бонусом к защите от разрывов, и условные карусельки, ветерки такие крутящиеся на земле, вообще перестают быть угрозой. Думаю, вы уже поняли, что Столкач — это игра простраданий и последующие понимания, что любые трудности можно преодолеть. Философская тетива мысль в игре, состоящая из кубов. Вот и я, будучи разорванным воронкой, но не отчаявшись испытать катарсис, вновь появился в самой жопе болот и по новой отправился на кордон, на этот раз добравшись до базы АТП благополучно. Этот процесс беготни, кстати, занимает топ-2 или топ-3 в негативных отзывах об игре после смертей от других игроков. В какой-то мере я могу тоже людей понять. У тебя есть единственная точка сохранения на все локации, и в связи с тем, что достаточно часто придется пробегать большие расстояния, погибать недалеко от места назначения, мягко говоря, неприятно. Если говорить прямо, то это натурально пи***. А если учитывать специфику некоторых локаций и стреляющих кустов, то бывает, что можно несколько раз проделать действительно долгий путь и буквально на финишной черте словить маслину в спину. И как бы я вас об этом не предупреждал и не пытался морально подготовить, эмоции все равно будут незабываемы. Освоившись на кордоне и уже начав осваивать фарм-локацию сталкеров в темную долину, до меня наконец дошло, почему квесты так хаотично разбросаны и откуда столько бэктрекинга. Условно, каждую общую локацию можно визуально поделить пополам на сферы влияния относительно расположения баз фракций. И вот в какой-то момент задания что у сталкеров, что у бандитов начинают выполняться на стороне врага. Таким образом, разработчики косвенно стараются столкнуть игроков разных фракций лбами, поднимая и без того градус напряжения на новый уровень. Одно дело — гасить кабанчиков недалеко от своей базы, другое — идти выполнять квест поближе к обитающему врагов. И чем дальше по ходу игры, тем ситуация будет все острее и острее. Думаю, спустя столько времени уже стоит рассказать о том, как вообще строится мир сталкрафта. Открыв глобальную карту, мы можем наблюдать вертикальное строение локации, от самых начальных на юге до эндгейм-локаций на севере, которые в комьюнити все так и называют — север. Начиная с кордона, у каждой из фракций появляется ответвление в виде фарм-локации — это темная долина у сталкеров и агропрому бандитов. После этих областей все игроки опять встречаются в одной общей локации свалка, чтобы потом получить как главный центральный хаб всей игры, завод Росток и его сейф-зону бар, так и новые локации фракций по бокам. Все, что идет выше завода — это своеобразный пре-эндгейм, где только пришедшие фармят полный ветеранский обвес, а уже бывалые игроки используют локации как шлюз до севера и обратно. Здесь основное влияние имеют уже не столько сталкеры и бандиты, сколько официальные группировки этих фракций, о чем я говорил почти в самом начале ролика. Прикол вот в чем. На всех локациях севера стираются любые ограничения в PvP, а о френдли становятся только те игроки, которые находятся с тобой в одной фракции. Примечание — это не касается затона, где вообще нет френдли игроков, кроме членов твоей группы. Проще говоря, если ты пришел в северную локацию и не вступил ни в одну из официальных группировок, а остался условным сталкером, то тебя будут разваливать не только все игроки противоположной фракции и их группировок, но и дружелюбные на просторах армейских складов члены свободы и долга. Игра буквально ставит тебе вилку с условиями. Либо ты вот сейчас идешь и вступаешь в группировку, а потом пытаешься с кем-нибудь иметься, либо ты, будучи сольником, получишь посраки вообще ото всех. И я не говорю уж о том, что чем севернее находится локация, тем жирнее и серьезнее будут PvE враги. Мне лично подобная безаловка вступать в группу не очень нравится. С другой стороны, сталкач как минимум дает возможность играть в соло. Да, будет в тысячу раз больнее и сложнее, я не преувеличиваю реально в тысячу, но ты сам выбираешь этот путь. Однако у меня все еще шел первый день игры, и я абсолютно не представляющий, что будет впереди, довольный носился по кордонам, делал квесты и вкушал первое PvP. Для того, чтобы у игроков был хоть какой-то шанс минимально подготовиться ко встрече с противником, что на самом деле не так часто удается, в игре существуют две важные механики. Первая механика — это датчик находящихся поблизости игроков без точного определения, враг это или союзник по фракции. Находится данный датчик слева над картой и мерзко пеликает, если в зоне его охвата появляется игрок или выходит за его пределы. С его помощью можно быстро оценить, заходя на новый компаунд, если вокруг игроки и в случае, когда не получается обнаружить союзника, попытаться не усраться от страха, что тебя сейчас запушит сильный геймер. Вторая механика — отображение на глобальной карте маркера смерти союзника по фракции, что особенно удобно, если вам нужно куда-то бежать, а неожиданно в килфиде и на карте на пути вашего следования появляется устрашающая иконка погибшего сотоварища. В этой ситуации приходится думать, что делать — бежать на пролом и мстить за братишку, или перебдеть и выбрать иной путь следования. Об одной из сотен разнообразных ситуаций, связанных с пвп, я вам сейчас расскажу подробнее. Хожу я такой, значит, расставляю клейморы по квесту в туннеле на кордоне, как резко по ушам бьёт тот самый ненавистный пилик от датчика игроков. Я, как настоящий уверенный в себе игрок, принимаю решение замереть и чекнуть карту на предмет хоть какой-нибудь инфы. Окей, недалеко от меня светится опен-эвент, что говорит о появлении там игрока, но от меня он далековато. Замечаю движение впереди и думаю запушить, как вдруг из-за спины раздаётся выстрел, пролетевший мимо. Разворачиваюсь и недолго думая отправляю решалу веснова обратно на базу. Естественно, помню о том, что пару секунд назад кто-то не шибко похожий на союзника пробегал впереди, и он явно увидит на карте гибель своего сотоварища. Но первое правило лут гоблина — лучше погибнуть в борьбе за лут, чем труслив выбегать. К сожалению, лута у решала практически не было. Понимаю, что пора двигаться дальше, но стоит мне подняться, как впереди попадается новый бандит, отправляя вслед за решалой по итогам честной перестрелки. На пути до дома, подходя к излюбленному месту пвп на кордоне, мой датчик начал активно пиликать, а карта показала иконку павшего игрока. Я недолго подумал, и в какой-то момент чувство яростной справедливости захлестнуло моё сердце. Эти бандиты совсем охренели, сказал я себе и отправился устраивать резню. Вот так маленький сталкер взял и в соло разобрался с пачкой терроризирующих переход бандитов. Я к чему решил всю эту историю рассказать. В сталкрафте нереально приятный ТТК, как минимум до этапа предмастерок мастер-серверов. Учитывая, что стрельба в основе своей аркадная, до эндгейм-контента ты практически не будешь получать ваншоты, но в среднем на килл требуется около полутора секунд, что требует от игрока определённых навыков аима, мувмента и знания карты. Что самое забавное, у большинства оружия минимальная отдача по сравнению с похожими проектами. Все пульки — это хитскан без необходимости рассчитывать упреждения, а персонаж не ограничен в мобильности с использованием как ППшек, так и пулемётов, разве что скорость бега понижается. И вот казалось бы, ну это ж казуальщина! Однако стрелять в этой игре просто приятно. Если в том же Таркове сто тысяч раз нужно подумать, а хочу ли я вступать в перестрелку, то в сталкрафте я почти всегда хочу вступить в перестрелку, за исключением разве что ситуации, когда у меня рюкзак доверху набит. Скучно стрелять на начальных этапах игры? Ну вот тебе моддинг ствола в лучших традициях, сами знаете какой игры, я уже устал её упоминать. Вот тебе патроны разные, и экспансивные для мутантов, и бронебойные, и зажигательные для ПП. Выбирай под свои задачи и потребности. Вот тебе наш парк пушек, большинство из которых не просто жизнеспособны, но вполне себе релевантны в текущей внутриигровой мете. Сейчас все ещё будущий ребаланс хайпят, так что велики шансы, что ещё больше оружия станет актуальным. Не иронично сейчас скажу, но лично для меня в Столкаче ПВП в открытом мире заиграло совершенно новыми красками. Я наконец начал получать от него удовольствие. Не, ну возможно с годами, просто мои вкусы сами собой трансформировались, и радиоактивные кубы просто удачно подвернулись под руку. Но я в подобные совпадения особо не верю. В общем, это вот мои эмоции по поводу шутерной составляющей проекта. Чтоб жизнь мёдом не казалась, нужно своему новичковому хайлайту что-нибудь противопоставить. Так что поговорим о кемперах и других несправедливых смертях в ПВП. Чтобы вы понимали примерный уровень негатива, который может вызвать смерть от пассежуркиных, предлагаю вам посмотреть вот на такой негативный отзыв в Стиме. К большому сожалению, игра вертится только в ПВП направлении. А это значит, вас будут убивать где угодно и когда угодно. В игре много куста п***черов, кемперастов, воровство среди своих мудозвонок и прочих людей с кемперасты. Они везде. Что там разработчики про баланс говорили? Баланса нет, но зато есть больянс. Баланс существует только на локациях, болотах и на кордоне. Как вы ходите из кордона, то начинается уже больянс. Вас радостно встречают в экзоскелетах с крутыми обвесками и оружием. Если что, там ещё много разных слов и всё сдобрено скриншотами. Но самое забавное, что данный комментарий был написан на 46-м часу игры, а сейчас у автора уже 560 наигранных часов. Данный, не побоюсь этого слова, феномен иллюстрирует, что сначала тебе больно, но в итоге ты справляешься. Вообще, боль от встречи с кемпером, пати кемперов или любым другим охотникам за твоей жопой сложно передать обычными словами. Ладно умереть в честной перестрелке. Как вестерня. Когда вы оба бежали друг на друга и победил более скилловый. Там даже за лут не так сильно обидно. Но до чего же пригорает, когда ты просто бежишь с одной локи на другую, пустой абсолютно, только с респауна. А тебя в кустах у перехода уже поджидает. Dungeon Master. Или вот ситуация. Я только добрался до армейских складов, неплохо пофармил и довольно бегу домой. Разбирать новый хабарчик. Вижу перед переходом на росток, что локатор неравнопиликнул. Сижу, вглядываюсь в монитор, но ничего не нахожу. Делаю шаг вперёд и... Ожидаемо получаю россыпь по пузу. Окей, с Люси пытаюсь вернуться за мешком. Прихожу обратно и... Опять получаю россыпь от того же чела. Да хер ли ты тут сидишь, пойди траву потрогай ублюдок. Вот что хочется закричать. Или другая ситуация. Опять-таки формил склады и решил попробовать сделать вынос не напрямую в бар через упомянутый высший переход, а обойти через могильник и лес, дабы снизить шансы на кемперов. Ведь локи же для нашей фракции, там-то уж точно меньше риск откиснуть. Могильник прошёл спокойно, без каких-либо проблем. Подхожу к ЖД путям в лесу и почти расслабился, ведь перед этим пробегал здесь раз сто и никогда не встречал врагов. Но кусты вдоль дороги не спят. Благо мне другой сталкер подсобил. Но вот в следующий раз бедолагу у Виктора Живучего мы спасти не смогли. И по-хорошему я здесь должен начать говорить о том, какие кемперы плохи люди и вообще нужно разграничить локации на ПВЕ и ПВП-зоны. Однако делать я этого не буду по одной простой причине. Существование как кемперов, так и ганг-отрядов заставляет тебя постоянно находиться в напряжении за пределами сейв-зон. И это круто, это отличительная фишка сталкрафта. Здесь ты никогда не будешь в безопасности, пока не стоишь в поселении. В любую секунду путешествие даже с самым безопасным маршрутом может превратиться в сафари, где охотятся будут именно за тобой. Оно может, конечно, и звучит дико и даже неправильно, ведь мы об играх говорим в конце концов, в которых там отдыхать надо, получать удовольствие от процесса и всё такое. Но в Столкаче именно это и даёт львиную долю удовольствия от игрового процесса. С тебя семь потов сошло, пока ты с бартерными ресурсами добирался через несколько локаций до города. Но в конце концов всё получилось. Всё разобралось, сидишь такой и чувствуешь вот этот вот зуд уровня. Мужик, ну чё-то скучно, я хочу ещё раз понервничать. А это значит, что пора идти опять закупаться расходниками и отправляться в путь. Игра буквально садит тебя на крючок постоянной нужды в острых ощущениях от игровых ситуаций. И это сильно. А знаете, от чего ощущения ещё острее, чем от ганкеров? Это когда ты делаешь несколько киллов ПВП, лутаешь нормальное такое количество хабарчика, но падаешь от резка напавших мутантов. В этот момент тебя находит твой союзник по фракции, но вместо того, чтобы помочь тебе подняться, он просто смотрит и ждёт, когда кровотечение тебя полностью добьёт. После этого молодой человек с никнеймом Алик Пулесос, который я запомню навсегда похоже, без каких-либо душевных терзаний распотрошил моё тельце и удалился во своясе. Естественно, когда я вернулся проверить, ну, может быть, он не стал так подло поступать. Вещей в сумке не оказалось. Моё разочарование и обиду даже словами выразить сложно. Я потом весь вечер во время стрима сидел и постоянно про него говорил. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. Оскорбился я жутко, конечно, но суть в другом. Вот именно настолько сильных эмоций я ни от одной другой игры в своей жизни не получал. Но вернёмся к моему сталкеру в целом. Я закончил сюжетку, немного освоился в локациях выше бара и столкнулся с первыми трудностями. Речь сейчас пойдёт о Гринтволле. Вообще, первое проявление Гринтволла было ещё во время прохождения сюжетки. Предупреждаю, сейчас может быть небольшой спойлер. У нас есть квест на убийство Ваганта. Я, как порядочный дефолт начал с Ютуба, конечно же, никак заранее не готовился и просто спидранил сюжетку, дабы побыстрее всё пройти и посмотреть контент. Так вот, мне совсем немножечко так показалось, что прохождение Ваганта, ну, чуть-чуть не рассчитано на стоковые шмотки, которые игрок подбирает по ходу прохождения сюжета. Это, мать его, босс с кучей хп, конским уроном и неадекватной скоростью бега. Как его убивать по-честному в стандартных шмотках, без использования багов, то есть без крафта доп. оружия и прочего, я не представляю. Около получаса я вокруг него танцевал, пытался их кайтить и какие-то другие тактики выдумывать, но всё оказалось бесполезно. Босс просто нокает тебя за три удара, а если ты поймаешь станлок, то это гарантированная смерть. Как итог, пришлось босса багать в одном из поломанных спотов. И это к тому, что если босс не рассчитан на квестовый гир, то это стоит либо озвучить, либо сделать какой-нибудь таймгейт по гиру для доступа к квесту. Справедливости ради, больше проблем с гиром по ходу сюжетки выявлено не было. Ну, разве что бой со стражем длился шесть с половиной минут. Так вот, Гринтволл показывается в тот момент, когда вы начинаете размышлять о крафте ветеранского гира. Я ещё в самом начале ролика говорил, что хоть в сталкрафте и нет привычных уровней, но гриндить кабанов в лесах всё равно придётся. И придётся много. Чтобы было понятнее, на одну ветеранскую пушку вам потребуется несколько ресурсов, один из которых, Синий мох, особо рентабелен и нужен в максимальных количествах. У меня была цель скрафтить себе дробовик Сайга 12К, чтобы начать троять Лиманска, о котором чуть-чуть попозже. Так вот, для него требуется 1670 мха. В среднем с выработанным маршрутом гринда на складах и помощью с выносом через долг у меня выходило что-то в районе 250 мха за час. Это идеальное условие, когда никто не мешает, тебя не убивают в пвп, а конкуренция за споты фарма не особо высокая. Поэтому вы должны понимать, что после прохождения сюжета и начала игры на складах, кривая получения новых вещей и, соответственно, прогрессии относительно времени резко пойдёт вверх. Это может даже немного изменить ваше представление об игре в целом, ведь первая часть с кордонами и свалкой была вся такая бодрая и динамичная, а тут появился достаточно серьёзный гринд и как-то душновато, будто стало. Будто до этого не было. В целом, это нормальная реакция, и сейчас, когда вас вперёд никакая обязаловка не ведёт, нужно самому установить определённые цели. И тогда даже скучное уничтожение сотен тысяч кабанов на одном куске локации уже не будет казаться бессмысленным занятием. Вы делаете это не просто для того, чтобы получить шмотку, а для того, чтобы с помощью этой шмотки начать знакомиться с уже серьёзным таким эндгеймом. Я говорю про Лиманск и Север в целом. Это лично моя вторая трудность, и я сразу вас предупреждаю, что моё описание северного геймплея будет максимально поверхностным, так как за то время, которое я в игре провёл, подготовиться полноценно к Северу не получилось, поэтому позднее выйдет ещё один видос. Надеюсь, с нормальным опытом игры уже на мастерках. Для начала, Лиманск. Это отдельная игровая локация со своими бартерными ресурсами, и она больше подаётся разработчиками, как эдакая open-world-сессионка, которая служит переходным звеном перед полноценным эндгеймом. Ключевая особенность Лиманска — это вход и выход с локации. Войти в область можно через специальные шары-телепорты, местоположение которых отображается на глобальной карте. Выбраться из Лиманска тоже предстоит через шары-телепорты, вот только взаимодействовать с ними можно будет только тому, кто предварительно полутает специальный предмет — ксиву, который выбивается с одного из трёх боссов Лиманска, а также падает после защиты специальной установки. Как я уже говорил, здесь главенствует свободное ПВП, поэтому состоять в группировке это чуть ли не мастхэв-фактор, а ещё лучше играть с корешами в заранее собранной пати. В этом и заключается моя трудность. Я в последние годы, после ухода из World of Warcraft, стал в некотором роде асоциален, когда дело касается ММО-проектов. Не предпочитаю играть в одиночку. И мне скилла отыгрывать за сталкера в Лиманске соло, ну простите, не хватает. Карта хоть и обширная, но почти вся состоит из узких улочек и нагромождение домов, что делает геймплей крайне активным и динамичным. Добавим к этому огромное количество достаточно злых ПВЕ-противников и постоянный круговорот игроков. Кто-то уже давно бегает и фармит, кто-то только заспаунился, а кто-то выпрыгнул обратно в мир. Бонусом будет то, что количество игроков на карте ничем не ограничено, а датчик отображения людей в области здесь отключён. Поэтому единственный способ оставаться в живых подольше, это выучить местоположение спаунов людей и в целом играть от знания карты. Могу лишь сказать, что опыт действительно интересный и он уже как раз мне больше тарков напомнил со своим сессионным форматом. Вот ролик закончу и продолжу потихоньку так осваиваться, потому что сама по себе лока крайне интересная, плюс содержит кучу трайхардных квестов, которые хочется сделать. Север — это три локации Рыжий лес, Янов и Затон, и именно в таком порядке их можно поставить по сложности и количеству добываемого лута. Чем севернее локация, тем больше и более ценным будет лут в качестве наград за активности, плюс как раз с этих зон добываются бартерные ресурсы для мастерских крафтов. Новый опен-ворлд активности, аирдропы с ресурсами, какой-то сумасшедший маршрут аж через две опен-локации как для того, чтобы добраться до севера, так и для того, чтобы лут оттуда вынести. Это контент, для которого придется подготовиться, чтобы чувствовать себя комфортно и конкурентно способно. Хотя ладно, комфорт и сталкрафт — это взаимоисключающие понятия. В любом случае, я не буду выдумывать и брать инфу из других источников только для того, чтобы рассказать. Доберусь сам, освоюсь и дроп на еще одно видео. Могу лишь сказать, что пару раз побегал на Янове и был вздрючен либо более опытными игроками, либо пачками друзей. Нету места одинокому сталкеру на севере. Увы. По этой же причине, что сам не видел Анишарю, не буду вдаваться в подробности касаемо темы кланов или, говоря языком о MMORPG, гильдий в официальных группировках. Знаю лишь, что кланы месяца время от времени между собой за контроль над базами на севере, и эти замесы проходят в формате сессионных матчей в режиме захвата точек. Клан-победитель позволяет всей своей фракции пользоваться базой в своих похождениях по северу, позволяя подсейвить там лут на время, закупиться расходниками и так далее. Приятный бонус в суровых землях. Надо бы потихоньку закругляться, а я еще о некоторых вещах не рассказал, так что постараюсь быстро и по делу. Во-первых, артефакты. Артефакты — это специальные... артефакты? С помощью которых можно добавлять своему персонажу отдельные характеристики, но при этом и получать негативные эффекты. Грубо говоря, меры весов. Артефакт может давать тебе бонус ко скорости передвижения и одновременно с этим уменьшать твою пулестойкость, например. Поэтому при составлении своего билда нужно учитывать данный фактор и комбинировать артефакты, исходя из сильных и слабых сторон своего костюма, своего плейстайла и баланса с позитивными и негативными эффектами самих камушек. Артефактов в игре очень много, и здесь я закину свой камень в огород разработчиков. Освоиться в механике новичку будет крайне сложно, так как собрать инфу как минимум внутриигровым путём практически невозможно. Тем более на аукционе отсутствует фильтрация камней по эффектам, поэтому придётся обращаться за советом либо к более опытным игрокам, либо к осторонним ресурсам в интернетах. Естественно, если у нас есть прогрессия в локациях и шмотках, то есть и прогрессия в артефактах. Различаются артефакты как по степени крутости самого камушка, так и по своему качеству. И знаете, некоторые камушки могут стоить очень кругленькую сумму. Настолько круглую, что среди игроков есть специальные арт-хантеры, то есть челы, которые только и делают, что бегают и собирают артефакты на продажу, формя таким образом натурально миллионы рублей. Для точечного поиска артефактов используются специальные инструменты, но об этом как-нибудь в другой раз. Во-вторых, я, конечно же, не могу пройти мимо доната. Многие ошибочно считают, что сталкачат прям pay to win, и тут донатеры всячески нагибают простых работяг. Так что давайте разбираться. Задонатить можно. На премиум, основная выгода которого это небольшой бонус количества дропа в луте, дополнительная вкладка в схроне, дополнительные дейлики и так далее. Можно задонатить прицельно для получения какой-нибудь шмотки, список которых не шибко велик и ограничивается ветеранскими предметами. Самое ценное здесь это покупка запасных деталей, которые позволяют не потерять уровень предметов в случае неудачной заточки. Больше же всего вайна, конечно же, из-за лутбоксов. Лутбоксы реально дорогие. В основном смысл имеет покупать только самый крутой сундук стоимостью в 1000 рублей. А некоторый мастерский лут действительно не имеет аналогов в бартере. Например, некоторые пушки, а чаще обвесы для оружия. Но все эти негативные вкиды контрятся двумя аргументами. Первый. Если богатый новичок захочет впервые зайти в игру, задонатить 1050 где-то и заролить себе топ-гир, то после этого он автоматически отправится на мастерские сервера, где в силу своей неопытности будет настолько сильно отхватывать, что пожалеет о своем решении еще неоднократно, если вообще продолжит играть в игру. Второй аргумент, когда дело касается уже эндгема и минмаксинга, то донат в каком-то плане может дать преимущество, однако финальную точку все равно подставят руки, так как игрок уже будет крутиться в кругах себе подобных по уровню гира. И получается, что донатить имеет смысл только если тебе хочется напрямую поддержать разработчиков и бонусом немножко погэмблить, либо если ты хочешь скипнуть часть гринда, например, при переходе с предветеранок на ветеранки или предмастерки. Но ты должен отдавать себе отчет в том, что можешь банально не потянуть по скиллу или билдам артефактов. Вот и получается, что богатенькие донатеры от своих вложений могут больше минусов получить, чем плюсов. Все еще думайте, что донат в Сталкрафте решает. В-третьих, оптимизация. Она есть, черт побери. Без шуток, я слышал об историях, как люди тысячи часов наигрывали на встроенных видюхах и ничего, как-то отфарамливались до мастерок. У меня лично фреймрейт стабильно высокий всегда, кроме моментов захода на локацию. Чаще встречаются фрезы, связанные с серверными проблемами, чем проблемы с фпсом, хотя их я видел буквально 5-6 раз за свои 70 часов игры. Единственное, за что я могу разрабов поругать в этом аспекте, ребят, у вас половина визуальных настроек вообще ничего не меняет на экране. Особенно это заметно, когда ползунок яркости крутишь. Разница между крайними положениями будет не больше процентов 20, наверное. Даю совет, добавьте какой-нибудь аналог пост и фикс, чтобы игроки сами могли выкручивать себе яркость, контрастность или цветастость картинки. Думаю, многие будут благодарны и смогут, наконец, вернуть настройки монитора в целом в стандартные значения. И, наконец, в-четвертых, общая стилистика и восприятие проекта. Повторяюсь, я не сталкер-одрочер, поэтому вместо еще пары абзацев лучше предложу проникнуться вам самим той атмосферой, которую испытываю я во время игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдите по ссылке, зарегайтесь, поиграйте, а вам за регистрацию по моей ревке дадут приятные ништяки на старте. На экране вот список вещей. Важно, бонусы по ревке даются только при регистрации через сайт и игре через официальный ланчер. Стимовская версия не прокатит. Я хочу и Эксбони подвести за то, что они доверились мне. И честно хочу, чтобы в Сталкач прибыло больше свежей крови типа меня, так как лично мне игра супер понравилась, я 100% буду продолжать играть дальше и очень хочу через несколько лет увидеть, что Сталкрафт из просто крупного проекта превратился в гигантский с кучей контента и огромным онлайном. Желаю Эксбе, чтобы у них все получилось. Всем же, кто с этого ролика решит начать играть, хочу дать один главный, да и единственный, наверное, совет. Помните, что это всего лишь игра и все будет хорошо. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч.